Чикаго-Пассажирская Ваши вагонов зажглась золотой нитью контактная сеть, а рельсовый накат полыхнул льдистым серебром. В глухих междопутьях между холодных отрас и цистерн еще лежали черные ночные тени, и зябкий сквозняк хватал за ботинки вагонных составителей. Депо Чикаго-Пассажирская маленькая и расположена в захолустном районе Хиллвейли, нечто среднее между промзоной, пустырем и молодым лесом. Вокруг депо густо росли кусты дикой черемухи, а меж путями рядами выстроились ели и туи. Бывало, машинисты, выезжая из депо, протягивали из окон руки и гладили пальцами тяжелые зеленые ветви. В этот прекрасный и романтичный железнодорожный час, шурша влажным щебнем, перешагивая через остряки и крестовины, от платформы Сайгон по направлению к депо шли двое железнодорожников, машинист и помощник. Судя по их разговору, это были тепловозники, намертво влюбленные в свои старые машки. Машинист, профессор Гебарян, достав из баула сильно помятый и потертый блокнот с вычерченными от руки электросхемами, запальчиво объяснял молодому помощнику доктору Сарториусу назначение реле РУ-5. Настойчиво знакомил молодого бойца с тонкостями работы масляной системы дизеля 14-40 при запуске тепловоза. За этими увлекательными разговорами они дочапали до Деповской территории, где в углу ближе к Путейской улице горделиво стоял электровоз ВЛ-23, окрашенный в ярко-зеленый цвет. Тепловозники в немом благоговении некоторое время созерцали гроз с машину. Машинист Гебарян помнил, как в начале 90-х на железной дороге трудилось множество ВЛ-23. Эти скромные трудяки выполняли любую поездную работу, лишь бы путь был и немного контактного провода. Не успели тепловозники отойти от Лока и дойти до Дома отдыха локомотивных бригад, как за их спинами раздалось характерное покашливание и пошаркивание. Это следом за ними в Депо по путям пришел старый слесарь Доктор Снаут, бывший машинист на пенсии. Увидев внимание тепловозников ВЛ-23, Снаут распрямился во всей свой немаленький рост, заулыбался и приветливо протянул руки для рукопожатий. «Ну что, молодежь, любуйтесь моим утюгом!» — прохрепел тенарком Доктор Снаут. «Типа того!» — ответил Гебарян. Доктор Сарториус промолчал, ибо неуместно ему было встревать в разговор старших. «Добрый, сынки, добрый!» — продолжал Снаут, находясь в явно благодушном настроении. «Уж я на этой машине знатно поездил! Сколько ботинок в кабине расплавил! Страсть!» Тепловозники в ответ захмыкали и начали переглядываться, типа заливая дед всякие байки после утреннего стакана Нарзана, купленного на ближайшем рынке. Уловив недоверие собеседников, дед-машинист заветно разволновался и начал крутить руками и ладонями замысловатые спирали, подобно летчику-истребителю в годы войны. «Ватчин сюда!» — вещал Снаут. «На утюге за кабиной тамбура нету, весь грохот и сквозняк в спину помощника сифонит. Так мы зимой печки на всю катушку наяривали. Бывало, ноги так замерзут, ну чисто култыши, и уже не чувствуешь их. А как на печку-то их поставишь, так они и маджат, так и маджат, аж подошвы к проволоке прилипают. Вон и Салт Иванович так-то прожег ноги себе, потом ковылял в больничку на Карла Маркштрассе». И тут бывший машинист-электровозник, а ныне почетный слесарь Депо, уважаемый доктор Снаут, подпрыгнул, как футбольный мяч, приподняв рука в куртке и многозначительно посмотрел на часы. «Однако припозднились мы!» — сокрушенно пробормотал он и более твердым голосом добавил. «Ну, посмолили у электровоза и хорош! Арбайтон!» И вся троица дружно заторопилась по путям к воротам Депо.